Доброе утро, дорогие телезрители! Мне так нравится говорить о том, что на календаре уже предпятничный, предпоследний рабочий. Мы каждый раз это говорим здесь. Вот сегодня у нас четверг и 7 декабря. И Алина Спаская, и Алексей Риман. И все, на своих местах. Да, здравствуйте. Я думала, тебе действительно нравится говорить, что в студии Алина Спаская, Алексей Риман. Наши любимые телезрители, которые сидят у своих телеэкранов и ждут, когда же мы им расскажем самые свежие новости, самых интересных гостей покажем. Скоро, ждите. А вот еще, кстати, с новостей, если начинать. Павильон Амурской области в составе экспозиции «Мы. Дальний Восток» на выставке «Россия в Москве» пользуется особой популярностью среди посетителей. Внимание гостей привлекает интерактивный стенд с функциями отправки условных ракет в космос и писем в будущее. Ну, я даже, мне кажется, будучи жителем областной столицы, да, и Дальнего Востока, Амурской области в частности, так или иначе бы подошел бы, да, к этому стенду, чтобы запустить что-нибудь в космос. Это определенно привлекает внимание, да. И таким случаем воспользовались уже 19,5 тысяч человек. Это сама экспозиция «Мы. Дальний Восток» признана лучшей на выставке «Россия». Такие итоги за первый месяц подвели представители администрации президента. Вот. Хорошие новости с утра. Вот видите, как здорово у нас все в рамках нашего утра начинается. А что еще в рамках нашего утра мы с вами сегодня увидим и узнаем, сейчас расскажем. Картины из ракушек, привезенные из Северной Кореи, приемы китайских мастеров кунг-фу, обучение амурских школьников волонтерству. Эти и другие события обсуждали амурчане в разные годы, их обзор после выпуска новостей. Еще сегодня узнаем, как продлить работу смартфона на морозе. Об этом расскажут специалисты Роскачества. Во второй части программы нашу студию посетят улыбающиеся ящерицы и питон. Экзотических животных представит житель Благовещенска Александр Меншиков. Как прошла презентация проекта «Лица Дальнего Востока» нам расскажет ее автор Анастасия Азарова. В завершении выпуска расскажем о масштабной модернизации, которая проходит в тынде к предстоящему полувековому юбилею Байкала Амурской магистрали. А сейчас сделаем паузу и посмотрим небольшой выпуск новостей. Наши коллеги подготовили самую актуальную информацию, с которой предлагаю ознакомиться. Доброе утро еще раз всем тем, кто включил Амурское областное телевидение или кто продолжает нас смотреть в эфире программа «Наше утро». В студии Алексей Риман, Алина Спаская. Как всегда, рады вас приветствовать и готовы рассказывать вам о памятных датах и праздниках, которые наступили сегодня, 7 декабря, в этот четверг. Поехали. Итак, сегодня можно отметить Международный день гражданской авиации. Международный день гражданской авиации – это всех любителей взлететь туда на высоту 10 тысяч метров и вот так вот смотреть сверху вниз и любоваться красотами, закусывая все это дело вкусной самолетной едой. Я, кстати, отношу себя к тем, кто считает, что самолетная еда вкусная, потому что… Правда? Разные мнения бытуют по этому поводу. А я вот так вот скажу. Это же самолет, особая атмосфера. Это, понимаешь, это вот как попить чай в поезде, например, или поесть там лапшу быстрого приготовления. Вроде бы не самая вкусная, но вот в такой атмосфере она становится вкуснее. Так же, как и самолетная еда. Но сегодня не про нее, сегодня про гражданскую авиацию. Всех пилотов поздравляем, всех стюардесс поздравляем, инженеров, всех тех, кто связан с авиацией. И, конечно же, всех тех, кто является пассажирами самолетов. Я вот на самом деле летать боюсь, но чертовски это дело люблю. Вот, знаете, такое, когда и страх, и любовь, и они переплетаются вместе. Вот взлет вообще ненавижу. Все остальное никаких проблем. Знаешь, у меня есть лайфхак. Я всегда им пользуюсь. Мне посоветовала одна моя подруга. При взлете, при посадке поднимать ноги надо. Так самолету будет легче взлетать и легче садиться. Я тебе говорю, попробуй. Она тоже блондинка? Нет. Это никак не связано, Леш. Правда, попробуй, я всегда поднимаю ноги. Идем дальше. Сегодня, еще 7 декабря, празднуют свой профессиональный праздник. Отмечают специалисты инженерно-авиационной службы командования военно-воздушных сил Российской Федерации. Мы их поздравляем с этим праздником. Желаем им, что пожелаем, сил. И чтобы самолеты летали хорошо. Все верно, да. И меньше топлива съедали. Проектируйте там все нормально, чтобы у нас вот прям все как по маслу было. Если сегодня вы проспали, или сегодня у вас выходной день, и вы можете спать подольше. Хотя, если вы можете спать подольше, то вряд ли вы проснулись бы в такую раннюю, чтобы посмотреть наше утро. Но, тем не менее, вдруг вы смотрите в записи где-нибудь там на просторах интернета. Сегодня день любителей поспать. Вот я себя отношу к таким людям. Мне в последнее время встается очень тяжело. Я вот никак не могу с собой совладать. Но приходится. Вот сегодня с радостью бы спал, но эфир без меня никто не проведет. Конечно, Леша. Мы все сидим тут в ожидании, когда же Леша придет там выспиться он. Работа у тебя такая утренняя. Заряжать всех своим оптимизмом по утрам и говорить всем, что ты сегодня выспался, несмотря на то, что это неправда. А у нас, видите, грим, поэтому вы никогда не узнаете по лицу, выспался человек или нет. К праздникам неофициальным перейдем? Перейдем. Сегодня вот что? День кисельных девиц. Что это такое? Я могу только себе представить. Ну, кисельные девицы, мне кажется, они вот такие вот тоже какие-то расслабленные. Возможно, я ошибаюсь. Это надо было почитать заранее до того, как мы эту информацию будем вам зачитывать. Еще день учреждения Ордена Святого Георгия. День рождения Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Ты был в Питере? Нет. А я была. Это, естественно, мне кажется, дня не хватит. До двух дней не хватит. Недели не хватит, чтобы обойти этот огромный музей. Ну, я бы хотел в Питере когда-нибудь оказаться. Я очень надеюсь, что окажусь и в Эрмитаж тоже схожу. В общем, друзья мои, смотрите, как много праздников у нас сегодня. День просто насыщен ими. А если еще и посмотреть, что интересного случилось на Амурской земле в эту дату, так праздников станет еще больше и знаменательных событий. Поэтому предлагаю расширить диапазон этих праздников и узнать, что там. Давайте. Выставка, посвященная корейской культуре, была открыта в Амурском госуниверситете. Книги и предметы декоративно-прикладного творчества привезли из Северной Кореи. Студенты могли полистать переведенные на русский издания о Ким Чен Ири и Ким Ир Сене. Некоторые картины на выставке были изготовлены из ракушек, другие вышиты. В областной столице провели 21-й чемпионат Преамурья по киукушенка и карате. В нем приняли участие около 300 амурчан и приморцев. 7 декабря состоялись финальные поединки для каратистов всех возрастов и весовых категорий. Завершили программу два рейтинговых поединка. В каждом из них победителями стали благовещенцы Никита Бубьяков и Сергей Крутилев. В Амурском областном доме народного творчества провели фестиваль «Амурская зима». Жители Преамурья и Китая подготовили творческие номера. Самым захватывающим зрелищем стало выступление китайцев. Показывали фокусы, трюки кунг-фу, которым научились в монастырях в Шаолинь. Артисты гнули шпаги голыми руками, глотали воздушные шары, ломали сталь об голову, пропускали ток через тело, зажигая десятки лампочек. На форуме «Я волонтер» собрались школьники-активисты из разных районов области. Около 120 учащихся смогли посетить пять тематических площадок. Они учились создавать добровольческие организации, писать проекты, работать волонтерами в разных сферах жизни – от культурных до спортивных и политических. В Благовещенске организовали турнир по панкрациону. Амурчане отстаивали честь малой родины в боях с соперниками из Хабаровска, Биробиджана, Завитинска, Белогорска и даже Дагестана. Самым напряженным вышел бой двух амурских спортсменов – дрались до крови. По итогу соревнования шесть сражений из десяти выиграли Благовещенцы. Проблемы современности, они, конечно, разнообразны. Но я знаю точно ту, с которой сталкивались многие наши телезрители. Идешь вот так вот по улице с мобильным телефоном в руках, пишешь кому-нибудь сообщение, либо пытаешься что-нибудь сфотографировать, а телефон предательски выключается. Хотя там еще написано, что заряд процентов 15, как минимум точно. Ты забыл добавить, что ты зимой идешь, вот в это время года. И он отключается, потому что он замерз в самую неподходящую для тебя минуту. Но есть все-таки, наверное, какие-то лайфхаки, способы, как его сохранить. И как помочь ему продлить работу смартфона на холоде, рассказали эксперты Роскачества в нашем следующем сюжете. Посмотрим. Продолжение следует... И внутренние компоненты смартфона более уязвимыми. Поэтому малейший удар или падение могут оказаться фатальными. Можно приобрести специальный тепловой чехол для телефона, который поможет сохранить работоспособность гаджета даже на морозе. Для сохранения тепла подойдут самые разные чехлы. Тканевые, вязаные, замшевые или синтетические. Подобно пуховику, они помогут устройству не потерять тепло, образуя вокруг подушку из нагретого воздуха. Не оставляйте телефон в машине. Гаджет в зоне риска под прямыми солнечными лучами в летние месяцы. Но и в зимние дни мороз также влияет на него. Длительное воздействие низких температур может привести к повреждению технических компонентов внутри устройства. Поэтому не следует оставлять телефон в холодной машине. Поддерживайте тепловой баланс. Старайтесь в прямом смысле согревать ваше устройство. Если вы находитесь на улице, лучше держать телефон в кармане. Если вам нужно совершить звонок, по возможности используйте наушники Bluetooth. Согревайте устройство до комнатной температуры. Если телефон или планшет замерз на улице, в помещении перед использованием дайте ему нагреться до комнатной температуры. При резкой смене с холода на тепло есть риск образования конденсата внутри гаджета. Поэтому подождите несколько минут, пока он согреется естественным путем. Не кладите его рядом с нагревающимися предметами – батарея, сушилка, микроволновка и тому подобное. Чтобы избежать ситуации, когда за 10 минут использования телефона на улице в холодную погоду заряд упал на 20%, подзарядите его максимально еще перед выходом из дома. Кстати, полезный совет для тех, кто едет в зимнее путешествие. Отправляясь на прогулку, включите в настройках телефона режим экономии энергии. Отключите службы геолокации и закройте все приложения, работающие в фоновом режиме, чтобы продлить работоспособность аппарата. Вчера было минус 4. Чтобы вы понимали, насколько это было тепло, я вышел из парикмахерской. И, ну, понимаете, да, из парикмахерской там прическу сделали, все такое. Я думаю, можно и шапку даже не надеть, и до машины дойти без нее. И, собственно говоря, сегодня бы, если бы я пошел постригаться, то я бы несколько раз подумал, а стоит ли? Потому что минус 4, которые были вчера, в 3 раза, сегодня холоднее, как говорится. Да, они превратились в минус 12, а следом идет минус 15, минус 17. Но не зря, наверное, у нас декабрь таки вступает в свои права. Скоро Новый год, скоро январьские морозы. Поэтому готовимся, утепляемся, смотрим прогноз погоды и не мерзнем. Бывшая амурчанка, теперь жительница Владивостока, презентовала проект «Лица Дальнего Востока». В нем она рассказывает о жителях ДФО и ознакомит их между собой. Да, среди них есть представители разных сфер, это предприниматели, туристическая сфера, производственная. В общем, сейчас о целях этого проекта мы поговорим с автором «Лица ДВ» Анастасией Азаровой. Доброе утро. Доброе утро. Мы видим перед собой экземпляр. Можно показать нашим телезрителям, как это выглядит, объединяя Дальний Восток. Мы знаем, что была первая книга, где собраны лица Благовещенска, а сейчас это вот прям масштабно. Дальний Восток. Кто вошел? Какие города? Вошли в Владивосток, Хабаровск, Комсомольск, Камчатка, Якутск. Есть человек с Магадана, с Бирджана. Ну, в общем, практически единственное, на что мне не хватило, это на Сахалин. Далеко или там не нашлось лица? Мне сил не хватило физически. Я делала этот проект 9 месяцев, как ребенок. Он у меня прям рождался. И так как всех людей я пропускала через себя, ездила в эти города, знакомилась, узнавала, общалась. Да, это все время, деньги, энергия. И, ну, честно, меня не хватило чуть-чуть. Но зато, я так понимаю, что следующий выпуск, да, например, или следующий тираж этой книги, он же будет обновляться. Там уж точно и Сахалин нужно будет затронуть. Слушай, я не знаю, как оно пойдет дальше, честно. Я как, знаете, как женщины, которые рожают первого ребенка и говорят «больше никогда». Вот. И я также говорила последний месяц «больше нет, я больше не буду делать». Но сейчас вот, когда оно все вышло, и когда я вижу обратную связь, и когда люди такие «ой, я встретил, я читаю», начинают присылать. И я уже такая, ну, ищу своим мозгом какие-то варианты. Ну, то есть, если вдруг это что-то и будет, то, ну, как-то по-другому, наверное. Может быть, не знаю, может быть, как-то франшиза появится, не знаю. Ну, оно точно будет жить, потому что у меня есть такая приятная новость. Буквально месяц назад товарный знак, проект лица зарегистрировали. Хотя полгода назад был отказ. И я думала, ну, вот сделаю лица ДВ, а дальше уже не знаю, что делать. Ну, как бы. Другое, да? Ну, буду что-то новое делать, видимо. Потому что если идти дальше, ну, нужно регистрировать. Нам отказали. И вот месяц назад мой юрист позвонил и говорит, Настя, у меня эти хорошие новости, в общем, нам зарегистрировали. Поэтому он точно будет жить. В какой форме, не знаю, именно на Дальнем Востоке. Потому что, знаете, как бывает, проект вышел и началось. А как попасть? А как попасть? А я все пропустила. А где это было? Что? Ну, ну, часто такое бывает. Люди не видят информацию. Посмотрим, не знаю. Мне вот хочется... Я прям себе взяла, дала месяц, декабрь. Моя задача сделать так, чтобы книга оказалась везде, чтобы ее смотрели, читали. Я хочу сама вообще насладиться этим процессом, прожить, посмотреть, как этот малыш будет. А где вот ее можно найти, чтобы... Как сделать так, чтобы она оказалась везде? Как она может попасть в руки к людям? Такая большая... Вот моя работа, на самом деле, 9 месяцев, она еще не закончилась. Моя работа закончится тогда, когда книга окажется во всех городах, во всех самых посещаемых местах. Это отели, это заведения, это какие-то там салоны красоты, где много людей, где много людей смогут ее увидеть. В основном цель, чтобы максимально короткие сроки, было полное покрытие по Дальнему Востоку. И плюс еще вот есть QR-кодик, у нас есть электронная версия, кому не терпится, можно зайти на сайт и почитать. Вот насколько мне известно, Настя, не против, я книжку возьму. Вот насколько мне известно, в чем основная суть и цель вот этой книги, что я, условно говоря, не находясь в этой книге, как, допустим, ее амбассадор, я могу здесь поближе познакомиться с людьми, которые непосредственно в рамках отныне Дальнего Востока занимают какую-то ключевую позицию. То есть вот я вот здесь вижу, допустим, Иванов Иван, и тут не просто написано, что занимается тем-то, тем-то, но еще и немного о человеке написано. История, да, успех, так сказать. История, да, да. Ну, людям всегда интересны истории. Во-первых, вот что дает книга? Во-первых, и почему я, собственно, делаю книги? Во-первых, можно познакомиться с людьми интересными, классными и познакомиться с ними как-то так в глубину. Во-вторых, можно всегда есть там вот куда перейти, да, человек оставил свой какой-то след, где с ним связаться. Можно завести знакомство. Контакты, да, какие-то. Да, контакты. Можно вдохновиться человеком. Плюс особенность именно этого выпуска, так как это Лица ДВ, всех героев объединяет… Да, сейчас расскажу, почему. Всех героев объединяет один вопрос. Что бы вы сделали, если бы у вас были все возможности для Дальнего Востока? И каждый, представьте, там почти 80 человек, каждый что-то своё предлагает. И можно где-то вдохновиться, где-то вообще проникнуться теми людьми, которые делают проекты здесь и любят то место, где живут. Мне очень хочется, чтобы, опять же, ты говоришь, какие-то ключевые люди. Тут абсолютно разные люди, потому что вот фокус у меня был в этот раз на людей, которые любят свои проекты, чем занимаются, любят то место, где живут. И там есть и большие предприниматели, есть только начинающие, есть эксперты, есть фрилансеры. Но это все те люди, которые любят то место, где живут и очень активно, ярко проявляются. И готовы как-то развивать регион, объединяться, делиться. Вот для меня ключевые такие люди сейчас. Да, я бы, наверное, тоже добавил, что любовь к Дальнему Востоку, она живёт в каждом из них. И, собственно говоря, эта книга и есть о том, что любовь к Дальнему Востоку, она должна быть. Она должна жить и она должна проявляться в каких-то действиях. И продвигаться вообще по России, в принципе. Ты видел, да, там кто был? Варя Щербакова. Да, мы застряли внимание. Там есть специальный блог, мне захотелось сделать, наши, так скажем, известные выходцы. Люди, которые жили в регионе и уехав, стали известны. Но они любят то место, где жили, они, в общем, всей душой так тепло откликаются. У нас там Варя Щербакова, Екатерина Уколова, Анечка наша Соловьёва, она тоже наша звезда. Вот, ну там есть ещё несколько людей, поэтому вот обязательно посмотрите, почитайте. Мы знаем, что презентация прошла в Хабаровске. Это город, который объединил, наверное, весь Дальний Восток, да, как вот прям вкратце, пока у нас осталось время. Ну, мне всегда спрашивают, почему Хабаровск, потому что, я говорю, ну, по логистике это вроде как логично, да, что удобно посерединке, да. Презентация прошла очень ярко, классно, честно для меня. Я вот дома уже могу этим поделиться, для меня это такой был вызов. Во-первых, конечно, сметы совершенно другие, в три раза больше, это как на растяжку было. Во-вторых, Хабаровск, он своеобразный, он более такой чуть-чуть под закрытием. Мы такие здесь на распашку открытые, там немножечко так держим марку. А мне хотелось донести вот себя, свои ценности, что давайте будем открытыми, давайте дружить, давайте объединяться, давайте усилять друг друга, давайте покупать у друг друга. Тогда денег больше в регионе, меньше захочется куда-то уезжать. И когда я пришла к заказчикам с этой идеей, я говорю, я хочу тут объединить всех. Они говорят, Настя, мы рискуем очень сильно, ну, давай пробовать. И я думаю, что у нас получилось совместить, знаете, такую красивую картинку, очень красивую, такой для меня тоже был новый уровень. И глубину, душу, какие-то ценности, люди общались, они прям смотрели в глаза, общались, был коннект вообще. Вот это и есть та самая главная ценность, о которой мы в течение всей этой нашей беседы сегодня говорили. И если вдруг вы желаете уже с этой книгой, как можно скорее ознакомиться, то я думаю, что в самом ближайшем будущем, во всех местах, где много людей, где можно с этой книгой познакомиться, вы это сможете сделать. Да, спасибо, читайте, отмечайте, буду очень рада обратной связи. Настя, спасибо большое за приятную беседу, успехов проекту, который уже живет, и, конечно же, новым каким-то ответвлением от него, конечно же, тоже всех успехов. Спасибо, спасибо. Ну, а мы в продолжении нашего утра сделаем короткую паузу и посмотрим небольшой выпуск новостей. А после чего вернемся в нашу студию, продолжим эфир, не переключайтесь. Мы продолжаем наше утро, дорогие телезрители. Или четверг сегодня на календаре, день обещает быть насыщенным и интересным. Ну, это, по крайней мере, такие для нас, от нас, для вас точнее, да, наводочки, подводочки. А вот сейчас Алиночка Спаская более подробно для вас расскажет, что ждет вас от всевышних. Да, звезды там на шантаре уже. Они нам подсказывают, что сегодня будет благоприятнейший просто день. Вот за что бы сегодня вы не взялись, у вас все будет получаться. Поэтому хватайте удачу за хвост и делайте какие-то вещи, которые вы давно откладывали, потому что сегодня стопроцентный результат вам гарантирован. И, кстати, то же самое касается творческих потугов. Потому что если сегодня вы попробуете что-нибудь нарисовать, либо вы попробуете где-нибудь дома что-нибудь там переставить, передвинуть, какой-то, может быть, навести фэн-шу или стены перекрасить, тоже окей. Если вы сегодня идете на фотосессию, вы будете выглядеть идеально, потому что сегодня день прямо вот говорит, что творчески нужно себя как-то проявлять. Поэтому, в общем, если где-то сегодня какие-то планы подобного формата есть, они будут успешны 100%. На фотосессию что ли пойти теперь? Ты вот так прям рассказал, аж поверила. Аж поверила сама звездам. Но давайте посмотрим для начала подробный гороскоп для каждого знака зодиака и убедимся, что все действительно так, как мы вам сказали. Овны. Звезды предсказывают день перемещения и бурного общения. Дорогу оселит идущие, значит, можете рассчитывать на обновления и яркие встречи. Тельцы. Перед вами появятся такие ограничения, которые больно ударят по самолюбию. Теперь придется выворачиваться наизнанку, чтобы доказать свою правоту. Близнецы. Остановить вас сегодня нереально. Такой поток мыслей, водоворот эмоций и энтузиазм в работе, что позавидуешь. Раки. Сегодня вам предстоит выслушивать много всего, поэтому сдержанность не помешает. Чем спокойнее будете реагировать, тем лучше для здоровья. Львы. Происходящее на работе будет похоже на ураган, поэтому не доводите ситуацию до смерти. Девы. Вам необходимо все держать в своих руках. Можно потерять нечто такое, что долгое время помогало сохранять комфорт. Весы. Звезды советуют молчать в тех случаях, когда вас никто и ни о чем не спрашивает. Вы чересчур много говорите, а это уже ошибка. Скорпионы. В любовных отношениях нужно быть крайне осторожным, чтобы не сказать лишнего. Стрицы. Вы весь день будете что-то анализировать, выискивать и доставать из прошлого. Не стоит устраивать себе головомойку. Козероги. Нежелательно заключать сделки и подписывать бумаги. Это плохо скажется на сотрудничестве. Водолеи, вы без споры не сможете минуты прожить. Такая тяга доказать свою правоту или уникальность? Рыбы предстоит много доделывать и прорабатывать мысленно. Зато заставите себя действовать, что даст результат. Впереди Новый год. И Новый 2024 будет годом дракона. Дракон – это рептилия. Соответственно, вот в том году, да, когда год… Кролика. Кролика начинался. К нам кролики приходили. А дракона-то мы где возьмем? А вот нигде. Но рептилий мы все-таки смогли найти. Смогли найти. Я вот этому уже не рада. Но давайте все-таки поприветствуем нашего сегодняшнего гостя. У нас в студии Александр Меншиков, владелец аквариумной студии. Вместе со своими, как это сказать? Домашними животными. Подопечными. Александр, доброе утро. Доброе утро. Я очень боюсь. Честно. Я признаюсь, я еле здесь сижу. Давайте скорее беседовать, чтобы я немножко отвлеклась. Расскажите, с кем вы к нам сегодня пришли? Мы сегодня к вам в гости пришли со змеей питоном Антоном. Антоном. Питон Антон. Я рискну. Ты что, правда? Ты рядом со мной сидишь, Леш. Все. Извините, пожалуйста, Антон, прости меня. Кошмар. Я вот честно признаться, я вот этого всего боюсь. Все, что движется само, кроме кота, для меня страшно. Но, Алина, прикоснись пальцем вот так, пальцем и все. Это же может жить дома. Конечно. У обычной семьи. Как кот. Как кот, правильно? Спать ночью в спотной кровати. Я думаю, даже попроще, чем кот. Все-таки кот ходит по всей квартире, а змея живет. В своем собственном домике. Хорошо, вот мы с Антоном разобрались. А вот там кто в аквариуме, вот в такой колбочке? А в колбочке у нас ящерицы, собственно, дракончики. Дракончики. Дракончики Эублефары. Я в этот раз уже на руки брать не буду. Они вырастут или они вот такие и будут? Сантиметров до 15 этот дракончик подрастет. И он может существовать в каких условиях? Конкретно как он может жить дома? Ему также необходим террариум. В террариуме необходимо некоторое оборудование. Термоточка. Ой, 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 ой. Животное это достаточно контактное. И ребенок может вполне справиться с содержанием такого зверька. А вот смотрите, давайте все-таки про змей. Просто мне кажется, ну вот тут все понятно. Террариум завел и все. А вот змей может жить, ну его выпускают погулять не в террариуме. Вот он, допустим, там сидит в своем аквариуме, там кайфует. И в какой-то день мы таки думаем, так, сегодня день прогулки. И выпустили его по квартире поползать. Так вообще можно делать или нет? Можно, только нужно знать те места, куда он может спрятаться, чтобы его потом найти и случайно диваном не придавить. А вот какие места они предпочитают для того, чтобы спрятаться? Темные? Ну у меня, когда он сбегал дома, он прятался под холодильником. Там и тепло, и влажное. И темно, и вкусно пахнет. Ну, конечно, кухня. А какие еще у вас есть животные дома, помимо вот змеи и дракончиков? Рыбки. Рыбки? Рыбки, безобидно. Почему вы к нам с рыбками не пришли? А рыбки обычные? Или там может быть какие-нибудь пираньи? Видите, рыбки много раз, акулы маленькие может быть. Вы знаете, и те, и другие есть. Правда? Я думаю, это тема следующего разговора. Хорошо, но давайте все-таки вот про быт этих, так, это у нас какой? Рептилии. Рептилии, да, я забыла от страха, у меня все слова в голове путаются. Как, что они едят? Это мясоеды. Если про змею, то он ест цыплят, ест мышат, ну в данном случае замороженных. То есть мы берем мышонка или цыпленка, размораживаем и... А где мышонка замороженного взять? Да, где-то не продается. Продается? Продается? Ну в зоомагазинах? В зоомагазинах. А, ничего себе. И он их вот кусочками как-то поглощает. Целиком. Я боюсь себе эту картину представить. Это питон. Это питон. Мы просто видели, ну я видел когда-то в интернете картинки питонов, да, они бывают огромных размеров. Вот этот питон в данном случае, сколько ему лет сейчас, и такого размера он может вырасти? Да, там около шести лет, и он уже взрослый, он больше не вырастет. Яркий, компактный. Мы видим, что он компактный. Компактный, это то, и он сворачивается. Но он не ядовитый, естественно. Нет. Все, он вполне себя хорошо чувствует. А вот бывает, что любые домашние животные, они иногда болеют, как-то хворают эти животные? Ну, с рептилиями все попроще, иммунитет у них достаточно сильный, но если ненадлежащим образом ухаживать даже за такими непривередливыми животными, то, конечно, они могут заболеть. Я знаю, у них бывают сезонные, там меняют они, как это сбрасывают, не шерсть, а как это, что у них там? Линяя. Ну да, они вот шкуру, да, вот это же тоже у них происходит. Как часто? Вот какие-то вот такие особенности, какие еще есть в содержании рептилий? Ну, как правило, змея раз в месяц линяет чулочком, и остается целая шкурка. Эоблефары по мере роста, сейчас пока они маленькие, линяют почаще. Шкурку скидывает, ее съедает. А цвет они не меняют? Ну, это же так, шкурку скинули? Перед тем, как необходимо ему полинять, он становится менее насыщенный в цвете, такой бледный. Ну, то есть, как бы, владелец ящерицы понимает, что вот-вот должна произойти линька. После линьки он будет яркий. Это у нас два мальчика или мальчик-девочка? Мальчик-девочка. Мальчик-девочка. Они могут как-то что-то какое-то потом? Конечно, конечно. Как-то что-то размножаться. Да, это уже примерно через год они достигают своего полового созревания и могут откладывать яйца. Вот, они сколько могут отложить? Ну, за сезон порядка 10-15 яиц. И через сколько из яйца вылупляется? Вот нечто подобное? Несколько месяцев они в инкубаторе. Ага. То есть, вы весь этот процесс, вы его знаете, вы его проживали уже, так сказать, да? У вас вообще откуда вот такое пристрастие к таким экзотическим животным? Ну, опять же, весь интерес начался с рыб, а дальше захотелось все-таки что-то, что живет в коробочках, а не ходит по квартире. А как ваши окружающие люди на это реагируют? Хорошо? Хорошо. Ни у кого проблем не возникает. Но все-таки, если говорить о детях, это вполне безопасные животные, как и для детей. Все верно? Да, конечно. Я, вот, слушайте, это первый эфир моей жизни. Когда нам нечего сказать. Когда я вот в каком-то нахожусь, ну, легком стрессе, как будто бы. Слушайте, ну, а вот как часто их кормить нужно? Вот тут мы поняли, да, чем кормим? Там, замороженными мышатами. А вот этих господ? А дракончики едят насекомых. Сверчки, тараканы, либо личинки жуков. Также можно давать как заморозку, так и живых. А вот их квартиры можно выпустить? Можно, надо следить. Так вот ты потеряешь их. Опять же, да, он и дыжит куда-нибудь, где вы его искали? Ну да, змею попроще. Или он в квартире ловко? Конечно. Ловко? Да, был случай, когда он выходил из террариума, и ночью просто что-то повалилось с полок, и ты понимаешь, да, змея добралась до ванной. Я бы, вот, мне кажется, не проснулась в этом время. Да, змея добралась до ванны. И такие слова вы тоже можете услышать, будучи жителем Благовещенской, если в вашем доме появился вот такой замечательный сосед. В общем, собственно говоря, если вдруг когда-то вы думали, что дракончика или змею вы хотели бы себе завести, то самое время это сделать. Слава богу, что есть люди, которые в этом деле разбираются и могут подсказать, нужно вам это или нет. И если уж да, то как за этим животным ухаживать, чтобы все остались довольны и с полок ничего не полетело. Да, Александр, ну вы внесли в нашу жизнь такого минимального, но стресса. Но вам все равно спасибо за то, что оказались нашим гостем. Приходите еще с рыбками. У вас же там еще пиранье. Хорошо, спасибо. Все, спасибо. А ты, Ириночка, знаешь, что север нашей Амурской области продолжает готовиться к масштабному празднику, полувековому юбилею. Байкал-Амурской магистрали. Знаю. И там как раз уже идет обновление дорог, жилых кварталов. И вообще, в принципе, делают все, чтобы город стал красивее и благороднее. Вот еще, кстати, здание ЗАГС обновили. И причем не просто обновили, сказали, ну вот, все обновили, любуйтесь. Так, туда еще и в сентябре несколько пар пошли, прям в открытие от реставрированного здания зарегистрировали брак. Да. И регистрация их проходила под открытым небом. Наша съемочная группа там была. И у нас есть сюжет на эту тему. Давайте все вместе посмотрим на красивый праздник. Открытие тындинского ЗАГСа провели с помпой. Для гостей этого праздника выступили местные артисты. Но самым важным моментом мероприятия стала большая регистрация новобрачных. В этот день одновременно свадьбы отпраздновали сразу шесть пар. Базанова, Алексея РК, Адевичьи, Паровая, Вероника Дмитриевна. Такой масштабной регистрации в тынде не было со времен строительства магистрали. Одни на всех слова напутствие и одно «да». И вот уже шесть новых семей появились в столице Бама. Поддерживаем молодых аплодисментами. Торжественная церемония прошла перед обновленным зданием ЗАГС города Тынде. Ремонт здесь проводят часто. От постоянных перепадов температуры и колебаний почвы фасад регулярно осыпался и нуждался в дополнительной отделке. Сейчас же строители применили новую технологию, которая сохранит внешний вид дворца бракосочетания на годы вперед. Строители отмечали, что когда начали делать фасад, до него буквально дотрагивались, он сыпался, сыпался до кирпича. А в отдельных местах даже вот настолько разложился от сырости кирпич, что пришлось вынимать и оставлять другие кирпичи. Вот нашей гордостью сегодня, конечно, парадный ход, который для нас очень важен. То есть сделаны ступени по новой, да, козырек мы новый, ну и, конечно, красивая дверь. Красивая дверь для ЗАГСа. Она заказывала специально, по специальному проекту. Обновления зданий системы ЗАГС проходят по всей области. Не так давно отремонтировали дворец бракосочетания ВЗЕ. Сотрудники ЗАГС города энергетиков специально приехали в Тынду, чтобы поздравить своих коллег с этим важным событием. Мы рады за наших коллег, что все это сегодня завершилось. И по итогу мы видим вот тот один ЗАГС, который будет радовать жителей города Тында и тех населенных пунктов, которые живут рядом. Мои поздравления от имени коллег, нашим коллегам и всем жителям города Тында и Тындийского района. Ремонт дворца бракосочетания стал частью мероприятий по подготовке Тында к предстоящему полувековому юбилею Байкала-Амурской магистрали. Сегодня у нас долгожданное событие. У нас обновленный фасад нашего ЗАГСа. Это очень-очень многолетнее наше желание, чтобы это случилось в нашем городе. Сегодня этот фасад абсолютно вписывается в дизайн-код города. Я надеюсь, что он будет нам служить очень много времени, очень-очень долго. Особое внимание при ремонте ЗАГСа в Тынде уделили его оформлению. Теперь он будет гармонировать с соседними фасадами зданий. Юрий Камышный, Вячеслав Попель, Тимофей Овчинников, Амурское областное телевидение. Вот знаете, за что люблю четверг? За то, что, во-первых, Алину Спасскую вижу. Ой, так приятно. Для меня это такой награды два раза в неделю получаю. А во-вторых, вот когда вот Алину вижу первый раз, ну как бы я рад. Не очень. А когда вижу второй раз, я понимаю, что уже впереди выходные. Завтра пятница. Ничего себе у тебя аналогия. Но наряду с этим у нас целый день четверга, потом целый день пятницы, только потом долгожданные выходные. Поэтому стремимся, работаем, выходим уже из дома. Хватит сидеть, попивать чаек. Все, наше утро заканчивается, можно уходить. Алина Спасская, Алексей Римман. До новых встреч. Уже на следующей неделе увидимся. Не переключайтесь. Амурское областное телевидение для вас, как всегда, предоставляет все самое интересное и актуальное информацию. До свидания.